вот эту красоту опять хочу вам показать это просто роскошно как-то быстро она в этом году расцвела это так я помню мне говорили глициния да ой как красиво и главное что вот она у людей растет ее сажают видите перед входной дверью и настолько она украшает но судя по тому какой у нее корень видите то есть этот столб ее это же типа лианы наверное и какой толстый этот у нее столб наверное она уже там я не знаю сколько лет недавности сколько надо ждать чтобы выросла такая красота вот розы тоже в этом плане конечно англичане имеют такую благодать именно здесь такой климат что все это растет и все это цветет по нескольку месяцев радуют жители этого дома и все кто проходит мимо здесь вот тоже по улице по этой домики довольно красиво украшены и опять же понимаете вот этот дом вот вход он на общий вход там я так понимаю несколько квартир и посмотрите вот внизу окно видите если вам видно как оно низко она это практически подземный этаж вот еще посмотрите в другом доме и вот во всех этих викторианских домах я не стала там надолго задерживаться вам показывать потому что залаяла собака могут люди выйти не довольны и ну вот вы знаете что это вот underground floor называется у нас по моему называется цокольный этаж я вам уже по моему показывала странным образом вот очень много таких вот цокольных этажей продается здесь вот в таких домах в этих викторианских у них у всех присутствуют вот эти цокольные этажи я не знаю как там живут эти бедные люди потому что вы видели у некоторых там может быть наполовину окно на половину окно закрыто под землей у некоторых вот окно здесь как бы практически открыто видите там сделан такой проход но все равно вы понимаете что это же вот под землей цокольный этаж это меня удивляет что продолжают жить там люди каким-то образом судя по тому какая здесь влажность я даже не знаю как они там бедные наверное у них влажно постоянно потому что вот этот дамп вот такая черная плесень вот эта влажность из-за того что постоянные дожди вот в таких цокольных этажах там это вообще у них даже потолки цветут черным постоянно они перекрашивают их и вот красавица сирень но я я не могу поверить что все так быстро и все так моментально вот посмотрите она же уже отцветает видите только у нас 29 апреля сегодня и вот так вот быстро все расцвело и уходит уже вот здесь вот посмотрите такой типа маленького такого цветника ой посмотрите еще друзья маки 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 расцвели ой какие они полыхающие и здесь же вот начинают цвести вот эти синие кусты синим цветом они цветут тоже очень буйно не знаю название этого красивого кустарника и там же вон календула ноготки все как-то вместе мне казалось что ноготки календула это в общем осенний цвет а здесь уже львиный зев вы посмотрите это просто какое-то для меня абсолютно непонятное сумасшествие ну львиный зев он же среди не лето цветет а это что такое рожа что ли да вот иду мимо огромный дом судя по всему он уже давно не жилой посмотрите вот он продается садик впереди красивый сколько может стоить этот дом я не знаю в центре райда то есть вот люди живут все по разному понимаете кто-то в огромных домах шикарных а кто-то там в этих андеграунд фло в сырости без солнца практически круглый год тоже живут и даже чаще всего чаще всего живут там семьи молодые у которых не хватает денег чтобы знаете купить что-то более приличное вот живут в этом андеграунд у нас в связи с брекситом друзья очень упали цены на недвижимость хорошо наверное для тех кто хочет ее покупать приобретать но вот плохо для тех кто продает сейчас наверное продавать вообще не стоит я уже вам говорила по моему год назад об этом что упали цены очень сильно вот в частности я узнавала вот мой этот апартамент и мои апартаменты квартира она упала в цене что меня очень удручает не знаю как дальше будет но вот сейчас в связи с брекситом цены падают ну а я вот продолжаю показывать вам эти нижние этажи самые нижние и вот вы знаете что еще я заметила это крайне интересная история ну вернее как она по ней конечно понятно по многим причинам то что когда я искала жилье то вот на продажу выставлялись именно вот эти вот андеграунд квартиры вот так вот в таком большом красивом доме трехэтажном опять же викторианском здесь на втором этаже он получается как первый потому что вот по лесенке люди поднимаются заходят и у них сразу этот этаж ну наверху тоже неплохо а вот андеграунд конечно никто не хочет и стараются как только немножко подкопили денег сразу же от него избавиться хотя вот эти викторианские дома хотя вот эти викторианские дома чем они хороши что у них вот сзади всегда вот такой вот гарден то есть садик иногда коммунальный то есть общий иногда относится к кому-то к одному какому-то хозяину очень красиво и в общем люди конечно эти викторианские квартиры покупают вот опять вот такой вот андеграунд этаж вот посмотрите бывает вот так немножко какая-то тут такая площадочка можно посидеть наверное вот в этом большом доме высоком а это вот издалека я показываю вам тот дом который на продажу несколько минут назад показывала вблизи вот посмотрите какой он огромный видите судя даже по количеству труб в камины раз два три четыре пять шесть шесть каминов но это значит ну хотя он двухэтажный конечно но эти идут сквозные трубы и с первого этажа и второго этажа проехала машина жду первый и второй этаж вот это сквозная труба видите наверху там их несколько труп этих то есть выходит камин один и второй с первого со второго этажа то есть шесть комнат как минимум судя по трубам на первом и на втором этаже очень огромный дом надо прям прийти посмотреть сколько же он стоит опять же если там давно никто не жил то там ремонт требуется наверное капитальный так вроде с виду вот это вот у него крыша смотрится неплохо но не знаю вот мне кажется что вот эта труба справа первая она прям даже покосилась реально может быть завалится а все здесь вот если начинать ремонтировать во первых очень долго во вторых очень дорого вот еще красивенький домик четырехэтажный и опять у него андеграунд фло поэтому даже если вы его купите может быть не так и дорого вот этот андеграунд то вложить придется огромные деньги ну или вот этот дом который я опять показываю с другой стороны просто хьюч как здесь говорят огромный в красивом месте окна смотрят с одной стороны на парк с другой стороны на наш пролив Соланд расположение великолепное солнечный весь он это тоже играет роль большую но скорее всего что это очень дорого вот иду увидела вот такое объявление пишут Азиан Хорнет какой-то азиатский какой-то азиатский страшный зверь оса не оса надо будет посмотреть что такое Хорнет но написано что Денджер осторожней а вот предупреждают вот и веб-сайт даже тут дан а я иду кормить своих гусей лебедей а вот здесь немножко зашла в парк малюсенький в центре показать вам как здесь все красиво цветет и вот рассказала вам немножко об этих цокольных этажах которые здесь часто практически повсеместно можно встретить в викторианских домах а на этом друзья я с вами прощаюсь ставьте лайки подписывайтесь на мой канал кто еще не не решил я думаю у нас лето впереди красоты все еще впереди обязательно отвезу вас еще в парк Рододендронов покажу красоту и в общем я думаю что все таки свожу вас на самый западный мыс Ниддлс тоже расскажу и покажу а на этом сегодня я заканчиваю с вами свою съемочку берегите себя всего вам доброго увидимся пока